всем привет вы находитесь на канале не дешев канал о финансах инвестициях и фондовом рынке в этом очередном ежедневном выпуске рассмотрим с вами наш фондовый рынок рассмотрим с вами нефть что у нас происходит на котировках нефти да и что у нас происходит на котировках валютной пары рубль доллар разберемся почему доллар не стоит 100 рублей как это многие так скажем пророчили пророчат и давайте в этом разберемся чтобы вам было все предельно понятно и вы понимали как формируется валютный курс поэтому смотрите это видео до конца не перематывая и вам все станет предельно понятно давайте разбираться вместе также напомню что сегодня последний день до последний день ноября в которой можно еще успеть заказать критную карту тинькофф платином статусную карту да и потратив 7000 в первый месяц всего ли 7000 то есть на ваши привычные покупки получить обратно виде кэшбэка 3000 рублей а также бесплатное обслуживание навсегда то есть тратите 7000 рублей в первый месяц и вам обратно на карту возвращается кэшбэк в размере 3000 рублей соответственно вы можете купить там ту покупку которую вы хотели давно купить дата скажем какую-то технику либо просто потратить на продукты да и вам 3000 рублей обратно вернуться на карту согласитесь достаточно крутое предложение сегодня последний день чтобы успеть им воспользоваться также можно переводить данной карты до 50 рублей 50 тысяч рублей без комиссии до 55 дней без процентов то есть годный период а также получать баллами кэшбэк с каждой покупки плюс ко всему до до 30 процентов успеваете заказать проходите по ссылочке внизу под видео ссылочка проходите по ней заполняете быстренькую заявку открывается форма заявки и вот здесь внизу как если вы обратите внимание прикреплен именно вот этот промокод до который будет отражаться вас системе который дает право при тратах в первый месяц 7000 рублей в первый месяц до получить обратно 3000 рублей а также бесплатное обслуживание навсегда напомню сегодня последний день проходите по ссылочке и успевайте заказать чтобы воспользоваться таким крутым предложением я конечно же эту карту сразу заказал вот она у меня есть сам воспользоваться данным крутым предложением уже получил давно кэшбэк он выглядит вот таким вот образом то есть бонус по акции плюс 3000 рублей который зачисляется вам обратно на карту успеваете заказать итак начнем с вами рассмотрение с валютной парой рубль-доллар разберемся с вами почему доллар не стоит 70 рублей не стоит 80 рублей не стоит тем более 100 и 120 рублей да как это было при вот этом скачке разберемся с вами на чем был данный скачок и почему это сейчас в принципе не возможно чтобы вам было предельно понятно я думаю многие это знают но если кто-то не знает мы сейчас вами разберемся чтобы этот вопрос отпал просто навсегда и а те блогеры которые кричат что с доллар будет по 100 рублей которые ловят это хайп который в этом нифига не понимает просто напросто вы их не слушали этот бред до их не итак смотрите на чем собственно было вот этот был этот скачок это был скачок на том что у нас нерезиденты выскакивали из наших российских бумаг в панике да когда наступило то события 24 февраля и собственно продавали наши российские бумаги и обменивали вырученные рубли с этой продажи на доллары то есть в моменте был гигантский спрос на валюту соответственно вот этот скачок и образовался на моментальном спросе валют на валюту до нерезидентов почему сейчас это невозможно да такой скачок потому что у нас нерезиденты в наших бумагах заморожены они не имеют возможности имею ввиду нерезиденты из недружества стран они не имеют возможности выйти с наших бумаг вернее не имеют возможности выйти с наших бумаг но не имеют возможности эти рубли на эти рубли купить валюту то есть у них созданы специальные счета типа c до на которых эти денежные средства остаются то есть они могут продать наши бумаги и снова на эти денежные средства рубли купить те же самые бумаги да но опять же это имеется ввиду не обо всех нерезидентов до недружественных а нерезидентов из дружных стран имею ввиду на самом деле сейчас просто непонятно выпускают из недружественных стран не выпускают вот никакого пояснения пока что нам об этом не дают до любом случае если даже не резидентов будут выпускать то они любом случае будут денежные средства и хранится на счетах типа c и эти средства они не смогут конвертировать в валюту те же самые доллары поэтому у нас сейчас невозможен вот этот скачок если раньше они резиденты свободно могли выходить наших бумаг срочно продавать наши бумаги на чем валялся наш рынок скупать на эти рубли доллары соответственно резко возрастал огромный объем спроса на доллар на валюту и связи с этим этот рост спроса давал вот такую волну обвала нашего российского рубля сейчас еще раз повторюсь это невозможно потому что нерезидентов не выпускают с наших бумаг до виде конвертации из рублей в доллар поэтому этот момент отпадает взлета валюты у нас принципе сейчас быть не может и резкое ослабление рубля а второй момент на что я хотел бы обратить внимание что у нас собственно формирует то скажем рубль доллар да в целом это равновесие это платежный баланс российской федерации до внешний платежный баланс для того чтобы мы на его посмотрели нам необходимо зайти на сайт центрального банка здесь размещается статистика платежного баланса нас интересует за последнюю дату давайте выберем здесь третий квартал 2022 года здесь собраны консолидированы все данные которые собственно нам нужны но мы обратим внимание с вами на такие данные которые отображены именно в виде таблицы здесь у нас данные собраны в виде слайда промотаем немножко вниз и вот у нас открывается платежный баланс в виде таблицы какие данные нам необходимо здесь видеть нам необходимо видеть экспорт импорт то есть соотношение экспорта и импорта давайте сравним с вами данные 2020 год скажем и 2022 год нас интересует третий квартал и мы видим что в 2020 году экспорт с импортом были практически на одном уровне то есть было равновесие доллар тогда у нас стоил давайте обратим с вами внимание третий квартал 2020 года в районе 60 с небольшим рублей да то есть до скачка в районе 60 с небольшим рублей а почему у нас доллар после данного скачка ушел на 50 если мы обратим с вами внимание на ту же самую таблицу мы с вами видим что если в третьем квартале 20 года у нас было равновесие экспорта импорта то сейчас у нас экспорт практически в два раза превышает импорт что это значит это значит что мы экспортируем наши товары практически в два раза больше чем потребляем импорта соответственно спрос на рубли выше в два раза чем на валюту мы за импорт оплачиваем валютой и соответственно если мы посмотрим с вами превышение вот этого экспорта над импортом два раза соответственно спрос на валюту в два раза меньше чем на наши рубли да то есть мы за импорт оплачиваем намного меньше чем так скажем у нас покупает экспорт наш товар и а сейчас уже это скажем импорт более-менее то скажем восстановился но в начале года этот разрыв был еще больше тем самым постепенное восстановление импорта а что у нас самое главное было да каким важным продуктом было в импорте это конечно же автомобили различная техника и оборудование то есть всего этого сейчас практически нет да это была основная масса потребляемыми потребляемая нами импорта сейчас ввиду всех различных санкций эта поставка конечно же минимизировалась практически отсутствует до соответственно у нас импорт очень сильно просел и соответственно нам так как мы экспортируем товар приходит валюта да за наш товар она оседает в россии но мы этой валютой расплачиваться не можем потому что нет должного импорта то есть нас нет спроса на данную валюту чтобы оплачивать ей тот импорт который у нас был в предыдущей то скажем года собственно вот это равновесие и вернее неравновесие до между экспортом и импортом и давид на валюту 3 вариант событий дан почему собственно у нас доллар не растет у нас нет интервенции страны центральная банка если ранее предыдущие года у нас по по бюджетному правилам ведут а скажем превышение цены на нефть свыше там 42 по моему долларов за баррель центральный банк скупал валюту с рынка до золото валютные резервы то сейчас он этого не делает виду того что один данные резервы заморожены то есть физически центральный банк этого сделать не может и не делать соответственно тот массивный спрос со стороны центрального банка на валюту сейчас отсутствует это еще один фактор горящий за то что спроса на валюту со стороны центральная банка который скупал большими объемами и минфина нету и третье даже четвертый такой небольшой фактор это спрос со стороны физических лиц на валюту то скажем на поездки за границу и так далее в определенные сезоны но этот фактор тоже падает потому что у нас сейчас во первых покупка валюты со стороны брокеров достаточно дорогая очень большие комиссии ну а во вторых купив эту валюту вы не можете ее так скажем обналичить соответственно даже если вы хотите купить на поездку да там за границу на бирже то вы эту валюту но вывести выведет и выведите на счет да но снять счета не сможете потому что нельзя ее обналичить то есть этот фактор также 4 у нас отпадает вот все сложив эти факторы нам говорит о том что спроса на валюту сейчас нет и тем самым мы видим вот такое вот укрепление рубля да но сейчас у нас налоговый период опять же прошел когда у нас ндп и налоговый период проходит с 7 числа по 27 до каждого месяца соответственно у нас также идет давление на валюту виде продаж до валютной выручки соответственно у нас спрос на рубли все эти факторы говорят за то что у нас всплеска роста валюты сейчас просто напросто не возможен может быть временно такое ослабление в период когда у нас ндп это скажем не выплачивается до после 27 числа каждого месяца мы это с вами наблюдаем иных факторов которые говорят за укрепление валюты и настоящее время просто-напросто сейчас нет и не нужно насчет этого пока не паниковать доллар у нас никуда не улетит единственно он может укрепляться счет того что фрс поднимает ставку мы с вами знаем что укрепление национальной валюты происходит за счет повышения ставки если фрс будет дальнейшем поднимать ставку до соответственно доллар будет укрепляться по отношению к другим валютам в том числе и к рублю это единственный фактор который может повлиять на временное ослабление рубля и укрепление доллара следующее заседание центрального банка а вернее центральная банка сша это фрс можно посмотреть кстати в моем бесплатном телеграм-канале где я выкладываю все важные новости здесь я скидывал данную табличку вот и по нашему центрального банку и по фрс следующее заседание будет 14 декабря где будет решаться монетарная политика и даваться прогноз ссылочка под видео в описании а также в первом закрепленном комментарии обязательно подписывайтесь на этот телеграм-канал бесплатным здесь я выкладываю все важные новости ну а заседание центрального банка также можете здесь увидеть будет проходить 16 декабря это имеется ввиду плановое заседание то есть те заседания которые распланировали на текущий год далее что может еще влиять на наш рубль дан и девальвировать и он это цены на нефть конечно же если нет будут будет сильно падать до ниже то скажем 70 рублей соответственно будет возможно искусственно девальвировать наш рубль и укреплять валюту чтобы нефтегазовые доходы были достаточно неплохом состоянии и были как минимум на прежнем уровне за счет то скажем девальвации рубля поднимали стоимость цены да если цена на нефть падает обратим с вами внимание на котировки нефти и мы видим что нефть в преддверии заседания опек то есть у нас вот этот весь пролив который мы видели да и было пробитие данного уровня от купили за счет новостного фона то есть у нас вышла новость что на ближайшее заседание пик который кстати пройдет давайте обратимся к телеграм-каналу моему новостному встреча министров опек произойдут 3 и 4 декабря то есть уже в ближайшее время произойдет встреча опек на котором будет решаться возможно понижение квот на добычу нефти и на основании данного данной новости мы видим отскок котировок нефти но опять же вот такие вот разрывы да в котировках нефти на ежедневном открытии до торгов мы видим неопределенность соответственно у нас и достаточно сильно не отскакивает нефть вот и со другой стороны опять же давят те факторы которые свидетельствуют со стороны то скажем китая то есть это распространение коронавируса если мы обратимся ним внимание на статистику коронавируса развития да в китае то ежедневно фиксируются достаточно высокие показатели то есть по-прежнему показатели распространения коронавируса в китае достаточно высокие мы это с вами уже обсуждали и мы видим как тенденция заболеваемости в китае только растет это главный из факторов которые влияют на котировки нефти вернее на их снижение но а второй фактор это эмбарго на нефть который также в ближайшее время будет введена европейским союзом это три фактора до один фактор за отскок нефти это снижение добычи опек и два фактора негативных со стороны китая коронавирус и со стороны европейского союза введение эмбарго на нефть вот эти три фактора которые так скажем между собой соревнуются в ценообразовании но мы видим что главным образом фактор коронавируса и эмбарго на нефть является пока что приоритетным и важным в ценообразовании котировок и эти факторы 2 превышает вот скажем единственный фактор который дал отскок на котировках нефти и мы видим что нефть не откупает то есть нефть во-прежнему находится под давлением если мы с вами посмотрим на наш индекс московской бирже что здесь нового ничего не происходит принципе есть пока обсуждать ничего да мы ежедневном выпуске с вами разбираем одно и то же да то есть у нас во первых здесь формация рисуется но не не лонговая на самом деле у нас идет поджатие к уровню да это тот уровень который мы с вами обозначали которому мы пришли то есть здесь все так же идет по тому сценарию который обсуждается на этом канале и в целом у нас во первых здесь формируется такой гип который должен по идее прийти к основанию да это в район основания данного гиппо это район ну как минимум 2070 это первый момент второй момент у нас такой идет поджатие к уровню до который говорит о нам о том что здесь должно быть по идее пробитие вниз а мы видим что снижается активность покупателя ее практически нет да есть лишь некоторые небольшие отскоки на нашем рынке но и говорить о росте с текущих уровней виду данной конфигурации да но просто-напросто я во всяком случае в это не верю факторы которые говорят нам за снижение нашего рынка они превалируют тем более сейчас котировки по находится в зоне продаж вот и покупателя как такового мы здесь не видим дневные свечи у нас на индексе просто-напросто достаточно маленькие да никакой активности просто-напросто нет ни покупателей не продавцов на нашем рынке пока что нет ребят вот такой небольшой быстрый обзор надеюсь что по валюте вам все стало понятно обязательно подписывайтесь на этот youtube канал на яндекс зен чтобы не пропускать новые выпуски нажимайте колокольчик вступайте в телеграм-канал новостной чтобы получать все важные новости ссылка внизу под видео а также в первом комментарии закрепленном если желание вступайте в закрытый телеграм-канал где у нас закрытый чат где я выкладываю свои сделки если их провожу где я снимаю обучающие ролики по трейдингу да где мы обсуждаем различные бумаги уровни по бумагам течение дня в режиме онлайн чтобы подписаться на открытый телеграм-канал пишите на почту указано внизу экрана но а с вами был дмитрий шеф всем хороших торгов всем пока пока